Из медсестры в рукодельницу. После 30 лет работы в сфере медицины сейчас Рая Абельдаева занимается изготовлением украшений в национальном стиле. За прошедшие 4 года ее необычные работы покорили сердца многих людей. Изделия, выполненные с особой любовью, пользуются популярностью не только у жителей Тараза, но и у туристов. Мастер получает удовольствие от своего дела. У нее имеется свой фирменный логотип. Бывшая медсестра начинала с изготовления одеял, а после из-за высокого спроса стала собирать приданное для невест, изготовленное вручную. Об этом смотрите далее. Рая Абельдаева сейчас 63 года. После выхода на пенсию решила не сидеть без дела и начала заниматься рукоделием. Начав свой бизнес с одеял, теперь рукодельница шьет невероятные вещи. Декоративные мечи, головные уборы, скатерти. Любимым делом она занимается уже 4 года. Занимаюсь шитьем очень давно. Задумалась, почему бы не превратить хобби в доход. Спрос на мои товары растет. Например, этим мечом можно играть дома и при этом никакой предмет не пострадает, если попасть в него. В основном шью из кожи. А эти сумки в национальном стиле и правда очень необычные. Изделия, сшитые в этно-стиле, придадут особый шарм девушкам и женщинам. Мастерица сделает под заказ любые украшения собственными руками. Как говорил президент, необходимо пропагандировать национальную одежду. Это я поддержала и начала сшить ее. Помимо этого, начала изготавливать все аксессуары. Сложного ничего нет для меня. Мне это нравится. Раа Бельдаева с теплотой и улыбкой вспоминает свои первые работы, которые еще нуждались в доработке. Но это не сломило ее настойчивый дух и спустя время она стала мастером своего дела. Так что сегодня ее работы оцениваются очень высоко. Главное, чтобы все было от сердца, утверждает рукодельница. Есть подушки, тюбетейки и другие предметы, которые она шьет. На принтерах она печатает изображения для подушек, которые являются популярным товаром. Все они выполнены качественно. Всегда беру у своей сестры. К тому же, это хороший подарок. Как только появляется свободная от воспитания четверых внуков минутка, их бабушка сразу садится за работу. Сейчас в планах у мастерицы обучиться шитью национальных камзолов. Не откладывая это дело в дальний и долгий ящик, собирается постичь основы по онлайн-курсам. Побывав на различных конкурсах, она впечатлила многих тарасов на небезызвестном фестивале Казалдак и заявила, что хочет популяризировать украшения и одежду в национальном стиле. Также рукодельница призналась, что хотелось бы видеть заинтересованную в творчестве молодежь, поэтому она готова их обучить. Валихан Талгатов, Ляйля Абдималикова, Ермек Кеншинбек, Айканакпрат.